МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куротко о последних событиях Могилёва. Самых красивых и успешных могилевчанок в преддверии Международного женского дня поздравил председатель Могилёвского горосполкома Владимир Цумарев. На приём в Центр культуры и досуга пригласили лучших по профессии. Эти милые и, на первый взгляд, хрупкие женщины успешно совмещают ведение домашнего хозяйства и успешную карьеру. И всё, что только можно в этом мире иметь, это благодаря женщине. Будущие бизнесмены из Могилёва – информация для вас. Реализовать свои бизнес-идеи и запустить собственный стартап – реально. У нас открывается стартап-школа. Занятия будут проводиться на площадке технопарка. А стало это возможным благодаря проекту «Создание устойчивой инфраструктуры» для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси. Панно логотипа Могилёва начали ткать народные мастера. Правда, пока это мини-полотно. Прежде чем приступить к качеству панно большого размера, обязательно нужно соткать его мини-версию, чтобы учесть все ошибки и не повторить их на главном произведении. Панно будет размером 2 на 3 метра, и ткать его будут 10 мастериц Могилёвской области. Панно логотипа Могилёва – проект областного центра народного творчества и культурно-просветительской работы под названием «Звонером до тябе Любы Могилёв». Могилёв прощается с мусоропроводами. В областном центре остается все меньше этих сомнительных благ цивилизации. В нынешнем году в планах городского хозяйства заварить почти сотню мусоропроводов. Вместе с тем запланирован и текущий ремонт, и устройство новых контейнерных площадок. Всего более сотни штук. Весна. В Могилёве объявили «Чистые четверги». Самое время привести в порядок город, а значит вычистить и свой двор, и свой подъезд. Интересно, как давно вы заглядывали в подвал своей многоэтажки? Ведь там тоже должен быть порядок. Есть ли этот подвал вообще? А если его нет, где могилевчане хранят картошку и закатки? И куда спрячут уже ненужные лыжи и санки? Начнем с красоты. Жители этого дома на Первомайской свой подвал давно привели в порядок. И лишь следят за чистотой. Вот у меня внуки. У них есть санки, велосипеды, елки. У нас большая семья. А куда это все девать? В их доме они живут рядом, у них нету, где хранить. Ну, поэтому вот сделали, сделаем полки. Вон там уже три елки висят, санки поставили, велосипеды. А что-то плохо. Наоборот, хорошо. Зачем захламлять? Зачем таскать это все по подъезду? Инициативные соседи сейчас готовят отдельное место для хранения велосипедов и колясок. Где хранить велосипед? Таскать наверх? Ну, согласитесь с ним. Это неудобно. Есть подвал, есть большое помещение. Почему это помещение? Вот, пожалуйста. Откроем его. Свет я здесь провел. Вот видите, вот такое помещение. Из него мы сделаем велосипедное. Ну, как быть жителем новостроек? Подвалы в новых домах сейчас проектируют как помещения технические. Это удешевляет стоимость квартир. Однако новоселам приходится крутиться. И если нет дачи, гаража или кладовки, складами становятся балконы. Нужен ли вам в доме подвал для хранения овощей или сезонных каких-то фруктов, личных вещей? Ну, нужен, конечно. А есть он у вас в доме? Есть. И как, закатки, да, там храните все? Нет. А что там храните? Картошка. У нас нет. Не предусмотрен, да, в доме? Не предусмотрен. И где храните? На балконе. Ношу туда-сюда. Ну, когда сильный мороз, приношу в квартиру. Когда более-менее спокойная температура, тогда на балконе проблемы возникают. В квартире и зеленеет картошка наверняка, правда? Да, и растет, и зеленеет. Много не сохранишь. Нам не нужен. А где храните, например, картошку? В гараже. В гараже, да, где есть условия? Нам хватает. Подвала нет. А где храните, например, картошку? На балконе. На балконе, в деревне, на даче, где есть возможность. Конечно, нужно, чтобы было какое-то место в доме для хранения. Какой-то велосипед поставить, какие-то коньки снести и всякое такое прочее. Чтобы не захламлять дом. А вот еще одна история. В этом доме на юбилейном и подвалы есть. Но в подъездах почти на каждом этаже самодельные чуланы. Стройматериалы и другие вещи жильцы хранят прямо у дверей. Соседи объясняют. В их подвалах частенько случаются кражи. В прошлой зимой здесь охотились ребятки, взрывали подвалы. Так что, кто привел в должное состояние, тот его привел. Кто не привел, они до сих пор там стоят на распашку. Я не исключаю такой возможности, что человек, чтобы себя обезопасить, просто-напросто что-то придумал на своей площадке, типа чуланчика. Возможно, это и удобно. Но ведь самодельные кладовки в подъездах могут привести к пожару. Впрочем, опасность не пугает и тех, кто хранит вещи во дворах, в старых хранилищах. В этих постройках когда-то держали дрова для печного отопления домов. Таких уличных чуланов в Могилеве около двух тысяч. Большинство в аварийном состоянии. Ежегодно их пускают под снос. В прошлом году избавились примерно от 30 хранилищ. Есть и другой вариант – отремонтировать постройки. Коммунальники не раз предлагали жильцам частично оплатить ремонт. Но совместно привезти хранилища в порядок так никто и не согласился. То есть они согласны, да, мы оплатим ремонт, но только в том случае, если нам эти сараи будут принадлежать. Для этого нужно было перерегистрировать землю, то есть изменять технические паспорта на каждую квартиру. Это тоже очень затратная процедура. В этом году в Могилеве планируют избавиться примерно еще от 40 старых хранилищ. Дворы постепенно приводят в порядок. Согласитесь, приятно позаботиться и о чистоте вокруг себя. Избавиться от хлама в квартирах и на балконах, в подвалах и подъездах – дело на пару выходных. Ведь, как говорят, порядок в доме есть – хозяину честь. В каждом городе есть культовые места и здания. В Могилеве одно из них – дом культуры швейной фабрики имени Володарского в прошлом. Административное здание Могилев-Автодора в настоящем. Построили его в 50-х прошлого века, и как-то сразу оно полюбилось могилевчанам. А для кого-то стало частью жизни, как для Аллы Рывочкиной, которая отработала в Доме культуры почти 40 лет. Кружков очень много было. Хотя время, кажется, было послевоенное, еще тяжелое такое время было. Но кружков очень много было. Одних только духовых оркестров было три. Женский, мужской и детский. Женский впервые в Могилеве был у нас в швейной фабрике. В народе это здание окрестили Дунькиным клубом. Из-за того, что на фабрике в основном работали женщины. А имя Дуняша в те времена было очень популярным. Но есть и другая версия. Как я знаю, что там работала первым директором швейной фабрики, работала Евдокия. Дунечка. Дуняша. Вот отсюда пошел Дунькин клуб. Это великолепное здание в стиле науклассицизма видела разные времена. В 90-х прошлого века Могилев его чуть не потерял. Но 15 лет назад бывший клуб передали предприятию Могилев «Автодор». С этого времени началась новая история старого здания. Это неприглядное здание. Оно было полуразрушено. Там наверху росли деревья. Оно насквозь дождем пронизывалось. И договорились, что это здание передадут собственность «Автодора». И мы его за свои средства отремонтируем. Здание отремонтировали. Но чего-то в нем не хватало. В пустые фасадные ниши так и просились какие-нибудь скульптуры. Но какие? Новые владельцы обратились к одному из самых известных белорусских архитекторов. Декану архитектурного факультета БНТУ Армену Сардарову, который посоветовал украсить здание скульптурами мифических покровителей дорог. Ведь наш город испокон веков находился на их пересечении. Один путь и звырях в греки чего стоит. Это символы дорог. Символы дорог, начиная с Древней Греции, это гермес, изображение. Он покровитель дорог, покровитель торговцев, купцов, пастухов. То есть действительно близкий тем задачам, которые стоят перед нами, значит, символ. Ну, а, конечно, ближе, чем славянские символы, у нас ничего нет. Поэтому второй – это Велес, Вялис, потом Святым Власи, тоже очень интересный персонаж такой. Для нас, на наших землях, это тоже святое такое создание, да, которое покровительство дорогам, пастухам. Притворить эту идею в жизнь Могилев Автодору помогли китайские партнеры, которые стали меценатами проекта. А художественным воплощением занялись два известных белорусских скульптора – Менчанин Александр Финский и Андрей Воробьев из Могилева. У нас есть такая очень простая поговорка. Если ты вписался, пространство тебя приняло, то работа на 50% сразу лучше. Так, в Творческом союзе архитектора и скульпторов родилась композиция «Покровители дорог», которая украсила старое здание и древний город. Эти скульптуры, на мой взгляд, тоже являются интересными, потому что они сегодня, ну, скажем так, являются какими-то охранными скульптурами именно участников дорожного движения. Я думаю, что вот таким вот образом каждый год, ставя хотя бы по одной-две скульптуры, город Могилев будет становиться краше-краше. Тем более в текущем году наш год будет праздновать 750-летие. А на день рождения принято дарить подарки. Могилев Автодор свой подарок городу сделал. Розы, герберы или вот такой прекрасный букет тюльпанов, цветы – желанный подарок женщинам. И могилевчанкам в этом плане повезло. Магазины, салоны. Кроме всего этого, в городе работает большое предприятие по выращиванию собственных цветов. Широкий ассортимент от импортных до отечественных, а следовательно, конкуренция и приемлемая цена. Хороший повод для нас, мужчин, делать подарки любимым не только по праздникам. Чтобы цветы выглядели роскошно, флористы создают не просто букет, а целую композицию. И розы здесь не на первом месте. Незавудки, лютики, мимоза, гиацинты, фрези. Мода на такие композиции в Могилеве растет с каждым годом. Средняя цена букетов в корзинах в пределах 30-50 рублей. Стоимость живого подарка разнится и зависит от вида, длины стебля, количество цветов, исполнения и, внимание, своего срока жизни. Те, что простояли на витринах с неделю, будут дешевле. Какие цветы в основном выбирают мужчины для своих любимых? Розы, тюльпаны. Тюльпаны – весенние цветы, большинство. Ну, это сейчас, да? Да. Чуть позже наступает время хризантем, летом ромашек. Но какие бы цветы вы не выбрали, главное – сохранить их свежесть на долгое время. Для того, чтобы стояли цветы хорошо, нужно менять воду. То есть принес домой, снял целлофан, поменял воду и поставил. Подрезать нужно каждый день, менять водичку. А вот есть значение подрезать под каким углом? 45 градусов, говорят, надо? Нет, абсолютно никакого значения нет. Просто подрезать, обновить срез, чтобы цветок питался. Как и все живое, цветы тоже требуют питания и внимания. Поговаривают, что, к примеру, тюльпаны любят, когда воду меняют несколько раз в день. А правда, что если медиак бросить в воду, то цветы будут дольше встать? Попробуйте, может быть. Вот такие простые советы помогут сохранить цветы на многие дни. И помните, что я говорил в самом начале этого сюжета. Дарить цветы можно и даже нужно. Не только по праздникам. Мама-королева. Приятно, когда мама-королева. Как вы себя ощущаете? Ну, приятно. Мне больше приятно, потому что девочки все-таки берут пример. И мне кажется, что это хороший стимул для них. И, ну, они имеют возможность гордиться мамой. Это снижение. Татьяна Коржова – супермама Беларуси, творческая личность и бизнес-вумен. Ее авторские торты можно смело назвать нашей могилевской изюминкой. Ей успешно удается совмещать семью, бизнес и творчество. Каждая мама уже супермама, потому что мама – это должность, которая появляется вместе с рождением ребенка. Это очень важно, это очень трепетно. И не важно, один ребеночек или двое, или трое, или пятеро. Все равно мамой быть сложно всегда и очень ответственно. Татьяна всегда была творческим человеком, писала стихи, занималась музыкой и живописью. А когда оказалась в декретном отпуске, у нее трое дочерей, увлеклась кондитерским искусством. Наша работа – это не массовое производство, это эксклюзивные заказы, индивидуальные. Поэтому за день у нас может быть один торт, а может быть, например, один торт изготавливается в течение недели. Вот, допустим, вот такого плана тортик. Вот сейчас мы делаем шерсть с мишки. Вот, шерсть, в зависимости от размера мишки, можно изготавливать в течение пяти-шести часов. Максим поддержал начинание Татьяны, и женское хобби превратилось в семейное дело. Наверное, лучше главы семейства никто не скажет, о чем же думают женщины. Все женщины любят внимание, любят заботу, любят, когда им дарят цветы. В семье Коржовых детям не говорят – испортишь, не трогай. Настя, Оля и Маша – полноправные помощницы. Ты любишь тортики больше делать или кушать? Кушать. Если бы тебе со мной поручили делать торт, ты бы как он сделал? Маленький. Ну, один этаж. И кого бы ты такого красивого, интересного писать на торт сверху? Мужку. Мужку? На каникулах они приезжают к нам, и да, полноценно помогают. Музыка – еще одно увлечение семьи. Девочки занимаются вокалом с раннего детства, а инструмент в гостиной практически не закрывается. Вокальный квартет «Подружки» наши девчонки втроем поют, еще одна девочка Яна. И вот они занимаются, у них свой, можно сказать, ансамбль вокальный. И вчера буквально мы вернулись с Москвы с медалями. На международном конкурсе мы стали, девочки, мы стали лауреатами второй степени. Конечно, ничего не важно, ничего не важно. Куполинка, темная ночка. Каждая счастливая семья счастлива по-своему. Главное, чтобы в ее фундаменте был не только сладкий крем, но и творчество, взаимопонимание и настоящая любовь. Музыка, тучка. Подарок от «Радио Могилев» к 8 марта получили самые смелые могилевчанки. Коллектив «РМ» совместно с профессиональными визажистами, стилистами и парикмахерами креативно поздравил девушек с международным женским днем. Главная примета весны – это то, что женщины просто расцветают, снимают верхнюю одежду, наносят более яркий макияж, делают красивые прически. Именно это мы хотели подчеркнуть акцией «Радио Могилев» – «Красивый быть не запретишь». Шанс преобразиться могла получить любая слушательница 96,4 FM. Достаточно было прислать свое самое неудачное фото. На этот смелый шаг решились более 70 девушек. В итоге в руках профессионалов оказались три могилевчанки, которые не только слушают родное радио, но и готовы к экспериментам. Вы еще не знаете, что у вас на голове. Как вы думаете, будет ли красиво? Ну, я очень надеюсь, что будет хорошо. А какой вы видите образ? Не знаю, мне кажется, что это там очень такое легкое, романтичное, наверное, будет. Стилисты создают интересные прически. Визажисты наносят весенний макияж. Могилевчанкам меняют имидж. Еще до финала преображения девушки получают подарки от партнеров. С наступающим 8 марта! Хотим предоставить вам подарочки вот такие. Это все для приятной процедуры депиляции. Спасибо. Держите. Кручевой стол приятный. Я, ты очень приятный. Замечательные фиолетовые кончики. Очень красиво. Они были зеленые. Были зеленые, стали фиолетовые. Очень красиво трудиться. Как вы видите образ? В зеркало же не показывают пока? Не показывают. А вдруг сейчас полностью обрежут под корень? Нет, думаю, нет. Вижу какой-то романтичный образ, нежный. Женственный. Получается? Конечно. Не перегрейте утюжок, пожалуйста. Спасибо. Здесь главное, бровки у нас вот мы поработали немножечко. Изменили. Аккуратнее сделали. Мы не меняли форму, мы сделали аккуратнее. Ну и все, просто ровный тон лица и легкий макияж. Я думаю, достаточно. Вам чего еще хочется? Что вы хотите в своем образе? Чтобы у нас еще полтора часа есть? Зеленые локоны. Про радиоведущих шутят. Мол, наводить марафет в эфире им незачем. Все равно никто не увидит. Но ведущим радио Могилев красивыми быть не запретишь. Вместе с конкурсантками по весеннему преображались Миша, Кость и Наташа. Ведущие шоу «Просто утро». А гости эфира давали советы, как улучшить свой образ. Головно в том, как бы жить было в кахании. То есть человек, который насыщает этим каханием жить. Михаил Воробьев, а вы не хотите сменить моих двух замечательных коллег со мной в эфире просто утро? Спасибо, Михаил Воробьев. Уже покинул студию. Вам пора готовить выпуски. Костик. Они начинают так говорить заранее, а не сидеть в студии и не протирать штаны. Гости радио Могилев получили не только праздничные образы и подарки, а еще и свою звездную минутку в эфире. Хотелось бы поздравить свою маму, Гулешову Галину. У ее завтра день рождения, 8 марта. Мамочка, поздравляю тебя, я тебя очень люблю. И еще хотелось бы поздравить свою доченьку. Ей два месяца. Да вы что! Фотографии преобразившихся конкурсанток и ведущих остались на память в альбоме радио Могилев «Красивой быть не запретишь». В этом году наш древний город отмечает юбилей. 750 лет пронеслись над Могилевым и стали историей. Великой историей. Здесь не однажды вершились судьбы мира. О могилевских событиях разных эпох много написано. Не меньше снято. Могилевичанин Вячеслав Кравец кинематографом увлекается с юности. Он сделал подборку художественных фильмов и сериалов, в которых отражена история и жизнь Могилева. И даже красивая легенда его возникновения. Известная с древнейших времен легенда об основании нашего города, связанная с именем легендарного разбойника, предводителя восставших крестьян Машеки, нашла свое отражение в кинофильме, киностудии «Беларусь. Фильм» выпуска 1952 года. Кинофильм назывался «Могила льва». Фильм снимали не в Могилеве, но недалеко от него, в Кричеве. Роль Машеки исполнил Олег Видов, который параллельно снимался в «Джентльменах удачи», а главного злодея, князя Всеслава, сыграл великий Марис Лиепа. История императорской ставки в Могилеве отражена в четырех художественных фильмах и трех сериалах. Одним из первых к этой теме обратился патриарх белорусского кино, режиссер Владимир Корж-Саблин. Его последней картиной стало «Крушение империи» 1970 года. В ней есть сцена прогулки Николая II в окрестностях Могилева и получение им известия от императрицы о революции в Петрограде. Этим же историческим событиям посвящены художественные фильмы «Агония» и «Романовы. Венциносная семья», сериалы «Хождение по мукам», «20 декабря» и «Гибель империи» и, конечно, «Адмирал» 2007 года. И в этом фильме тоже есть эпизод, когда именно на территории этого парка в беседке сидит император, и ему представляется адмирал Колчак, роль которого исполнил известный эротический актер Константин Хабенский, представляется по поводу назначения его командующим Черноморским флотом. Это происходило в 1916 году. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышано в вашем мужестве. Три фильма и один сериал посвящены героической обороне Могилёва в июле 41-го. Прежде всего, «Живые и мёртвые» по Константину Симонову. Картину сняли в 1964-м на киностудии «Мосфильм». В ней впервые в советском кинематографе показана оборона нашего города и подвиг его защитников на военческом поле. Главные роли сыграли народные артисты СССР Кирилл Лавров и Анатолий Попанов. А так я всегда забываю, товарищи. Просто неудобно. В 1986 году на экраны вышла киноэпопея известного режиссёра Юрия Озера, снявшего много таких эпических фильмов о Великой Отечественной войне «Битва за Москву». Не менее эпичен и «Днепровский рубеж». Сняты киностудии «Беларусьфильм» в 2009 году, а этот фильм стал первым масштабным художественным воплощением 23-дневной Могилёвской обороны летом 1941-го. История древнего города продолжается. В ней появятся новые герои, о которых снимут новые фильмы. Обязательно. Мы вздымаем их, я не вздымают нас. Махилёвские школьники, узброенные телефонами и смартфонами, идут на урок у Ратушу. Подождите, а можно сказать маме, что Беларусь-4 включила? Мы не вяли прямую трансляцию из Ратушу, а ли с такими симпатичными суразмовниками нам бы гэта лёгко удалося. Я тут буду читать по-беларуску. Любишь беларускую мову? Ну, да. Социальная-адукационная акция «Вядомых мобильных операторов читаем по-беларуску» собрала тут коляс сотни школьников Могилёва. Я буду ведать беларускую мову. Мы беларусы, надо на ней говорить. Наставники, а гэта вядомые особы, на пресс уроку своими важкими аргументами пераконывают дятей учить свою родную мову. Что яны беларусы, что беларусами были их дяды, прадеды, их батьки. Другое, что яны живут у такой чудовной, малявничшей, вельми прыгожей краине Беларусь. И нава тое, что Могилёв местится на помеже с Россией, а значит, тут падается частей учить русская мова, альбо тросянка, грубая мяшанка мову, не заявляется причиной для того, каб адмауляться адведання родной мовы. Ранее просто межа была крышка удалей, за Смоленском, таму Могилёв божь был беларусский, зараз межа наблизилась. Аль межа цвое треба оберагать, и оберагать треба свою умежа культуру и мову, свой народ треба сберагать. Адметность гэта хапрэс уроку у дзел футбольных клуба Днепр. Перакладали русские футбольные слова на беларускую мову разом, усёй залой. Гулец! Правильно, гулец, а слово гульняк. При хильнике футболу и родной мовы горыча Віталя Брамника, який вытрымал натиск фанатов и вырашил, что треба оберазково ведать беларускую мову, не забываться на ее. Некоторые, как я знаю, встречаю там в магазинах, некоторые по-беларусски разговариваю, значит, ну не все забыли его. Это ж треба, это ж треба над обсягом беларусским, крылами отздобию неба и оттуль же дзяткам бусики. Бусю ещё полянка снится, где хотите, я на обрусницах, ягоды, сама краса, буржовая роса. Беларусская мова – мова нашего народа. Я люблю. А вы дети? Да! Так что початок весны у Махилёве отрымался целиком беларускам овны. Молодшие школьники областного центра показали гостям, что яны готовы вучить свою мову, им это цикаво и подобается. И разом с новыми весновыми клопотами, солнцем и теплом, яны не забудутся про текавый урок родной мовы и телевизийные сдымки на Беларусь-4. Могилёв. А теперь о культурных событиях, что пройдут в Могилёве в ближайшие дни. Могилёв. 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 Субтитры подогнал «Симон» Могилёв. Могилёв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...